Если ребенок отказывается идти в школу, часто пребывает в плохом настроении или вовсе возвращается домой с побоями, это явные признаки того, что ребенок стал жертвой травли. Психологи отмечают, от буллинга страдают ученики не только младших, но и старших классов. Все дети в ключную ситуацию буллинга переживают психологическую травму, в том числе свидетели, которые испытывают страх, либо выбирают защитную стратегию безразличия и таким образом формируют толерантность к насилию и так далее. То есть буллинг – явление опасное для всего коллектива. Чтобы не допускать развития конфликтных ситуаций, с 2010 года в школах региона действуют детские службы примирения. Профессиональные психологи помогают своевременно разрешать проблемные ситуации. Сейчас такие службы работают в 77 учебных заведениях Самары. Данный вид работы очень актуальный. Он имеет хорошие положительные результаты. Когда мы вдруг узнаем о ситуации, что в школе произошло, там подрались ребята, тут же у нас школьная служба примирения организовывает работу медиатором, собираются ребята и разбирается тот или иной случай. Планируется, что до конца года такие службы появятся во всех учебных заведениях региона. В помощь детям создан и проект «Обидка», когда школьники, прошедшие специальную подготовку, встречаются со своими сверстниками, чтобы по принципу «равный и равному» обсудить тему буллинга в коллективе. Удивительно, но даже просто разговор в коллективе об этом, раскладывание ситуации, кто такой агрессор, как он может действовать, какие последствия, что такая жертва, что с этим происходит, кто такой сочувствующий, кто такой поддерживающий. И вот даже этот разговор помогает ребятам дальше с этим опереться и что-то делать. Но главными помощниками детям по-прежнему остаются родители. Психологи советуют не пускать конфликтной ситуации на самотек, чаще разговаривать с детьми, следить за кругом общения и занимать свободное время ребенка полезными увлечениями. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События.